Привет, друзья! Ну что, какие последние новости? Ходила я к терапевту. Сейчас только пришла разделась. Пойду сяду, потому что очень жарко. И как-то эмоций столько. И хочется поделиться и спросить у вас. У вас так же в поликлиниках терапевты себя ведут? Или это все-таки только в Москве? Потому что... Короче, пришла нас... Ну, я уже... Если сначала, да? То есть, если вы мне смотрите, вы помните, что я уже ходила к терапевту, мне выписали уколы, рентген и кровь. Два анализа. Собственно, и после всего этого я записалась к терапевту, чтобы какой-то результат мне сказали. Вот что у меня. В итоге я пришла, сказала, так как это новый терапевт, не тот, который был в первый раз, но это какие-то заморочки, я не понимаю их. Это мне сложно объяснить, почему все время попадаешь к разным терапевтам. Значит, это новый терапевт, нужно заново объяснить, с чем ты вообще пришла и какие у тебя проблемы. Объяснила. Значит, человек, не проводя никакого моего внешнего обследования, то есть, знаете, как раньше, там палочкой в рот, что-то там посмотрели в горле, все нормально, померили давление, еще что-то посмотрели живот там, ну, как обычно всегда было. Значит, она открывает компьютер, открывает какую-то свою... Опять? Открывает какую-то свою программу, специальную, медицинскую, и совершенно не глядя, не думая, начинает туда вводить показатели. То есть, там, язык розовый, налета нету, там, опухлости нету, покраснения горла нету. Допустим, что там было еще? Давление вводит 120 на 80, в то время как у меня мое нормальное давление 110 на 70. Но ведь она его не мерила. Я вообще поражаюсь. То есть, это только в Москве такие ленивые, непонятно куда-то торопящиеся врачи, которые даже не обследуют тебя? Или это во всей вселенной так? Вот скажите мне в комментариях, напишите в вашем городе, вас тоже врачи, вот так вот, вас не осматривая, вводят данные, просто среднестатистически, я тогда удивляюсь, как можно понять, что человек болен, или что он болен по какой-то причине, если ты его вообще не осматривал. Как можно это вот, это свыше приходит, открывается чакра, и туда приходит информация из космоса, да? Что вот этот человек болен. Ё-моё, блин. Я просто, я на эмоциях. Короче, новый терапевт, новое мнение. Учитывая, что она меня не осматривала, она только выслушала пару предложений, дальше она просто меня не замечала. И то, что я говорю. я ей сказала, что у меня, еще тоже меня задело. Я не стала говорить уже вслух, потому что, ну, неадекватная женщина. В общем, у меня не имеют кисти рук. Я это говорила уже в одном из видео, и непонятно, почему это происходит. Она написала мне направление, по-моему, к эндокринологу, по-моему. Не помню, я уже сейчас не буду врать, потом вам расскажу в следующем влоге, куда я ходила на завтра. Значит, и место, где, которое вклеивается в этот самый, в карту, листик, она, на этом листе, там есть пункт, типа, на что пациент жалуется. И она написала от балды, она меня не спрашивала. Типа, боли в спине, отдающие в руку. Блин. Как, как этому? Нет, я не понимаю. Нет, ну, у меня просто слов нет. Разве боли в спине, отдающие в руку, это то же самое, что они менее конечностей? По-моему, это разные вещи. Вообще, у меня просто вообще, я в шоке от таких врачей. Пишите мне, как у вас в поликлиниках происходит то же самое или более нормальные люди работают, более образованные. Такое складывается впечатление, что она либо купила себе диплом, то есть она вообще ничего не понимает в медицине, либо она просто не любит свою работу и только и ждет, когда кончится рабочий день, вот просто отделываясь от своих пациентов. Может, в следующий раз пойти к другой, перепробовать там всех, и какая лучше к такой ходить. Пойдемте отвлечемся, я покажу вам покупки, зашла в новый магазин, как оказалось, этот магазин у нас уже три года как открыт, и у них сегодня, так сказать, юбилей, три года, и у них три дня, вот, 13, 14 октября, действует скидка 10% на все товары, кроме желтых ценников. И пойдемте покажу вам, что я взяла, ну, я так прошлась, посмотрела, что есть, что интересного есть, вот, и, ну, кое-что взяла, и еще там, кстати, у них фишка, если набираешь товаров на 700 рублей и выше, то твой чек участвует в какой-то лотерее, и я так поняла, что все чеки, они выигрышные, то есть, ты в любом случае что-то выигрываешь, но я немножко не добрала до 700 рублей, там просто нечего было выбирать, вот, и я взяла, в принципе, не так уж много, пойдемте вам покажу. Вот, магазин называется Гурме, честно говоря, вот, вот он у нас на Риутовской, честно говоря, для меня оказался очень дорогой магазин, дороже, наверное, наравне с перекрестком, не знаю, и вот у меня тут небольшие мои покупочки, давайте вам покажу, просто буду доставать и ставить, значит, вот этот паштет, я просто обожаю паштет, именно из печени, и, не знаю, я просто больна паштетом, это моя самая любимая, вообще, часть тела животного любого, обожаю, особенно куриную, обожаю печенку, в любом виде, и вот паштет из печени, это просто бомба, моя любовь, вот, взяла такой паштет, деревенский, для меня самый лучший, и он из натуральных ингредиентов, там нет никаких глютаматов и прочего, так, взяла вот такую формочку, просто не устояла, посмотрите, какой песик, и потом здесь есть два вот таких вот маленьких кружочек, это типа глазки, но мне нужно для миниатюры такие кружочки, и, в общем-то, я взяла ее для рукоделия, хотя она для печенья, вот, так, дальше взяла вот такие вот булочки, со злаками, они оказались очень дешево стоили, ну-ка, с вами состав, ну, правда, пшеничная мука, хлопья, лен, мука ржаная, кунжут, подсолнечник, соль, сахар, соевая мука, антикислитель, ферменты, в общем-то, достаточно неплохой состав, вот, я посмотрела, вот, как они выглядят, такие маленькие какие-то бургеры с утра, ну, здоровые поделать, я имею в виду, там, с овощами, что-нибудь такое, так, значит, что вынимается, не вынимается, взяла, да, не полезно, но, помните, я вам говорила, что раз в месяц у женщин бывает такой период, когда хочется какой-то гадости, вот, у меня сейчас такой период, так что, вот, такие взяла чипсы, они не жареные, они запеченные в духовке, и, ну, да, они чуть менее вредны, чем обычные, значит, именно от Мартина я такие не пробовала никогда, пробую впервые, раньше уже такие пробовала, вот, так, дальше, ну, собственно, к чипсам взяла свой любимый гараж лимонный чай, это, ну, кто знает, это пивной напиток, это не совсем пиво, вот, но я его люблю больше теперь, чем пиво, потому что от пива специфический запах, и это не все любят, вот, взяла свой любимый сироп, давно его не могу найти нигде, именно тархун, мне очень нравится с мороженым, я там не говорю, что это прям моя болезнь, я каждый день его ем, но иногда там раз в месяц можно себе позволить немножко сиропа с мороженым, да, здесь есть красители, но они натуральные, и натуральный ароматизатор, вот, поэтому иногда можно, здесь, правда, по инструкции нужно добавлять в газировку, но я не пью газированную воду, поэтому использую с мороженым, попробуйте, может быть, вам тоже понравится, обалденный эффект получается, мне очень нравится, так-нибудь вам покажу, оно так прикольно пенится, и как-то так выходит, весело, взяла, наконец-то соевый соус, собственно, пошла туда, думала, может быть, найду, надежда была, на, то, что найду соевый соус, и вот, если помните, как-то у меня был обзор покупок, я брала уже сенсой, но в пластиковой упаковке, и тот сенсой был самым худшим соевым соусом в моей жизни, то есть, я, в принципе, поняла для себя одно, если берешь соевый соус, то только в стеклянной таре, потому что почему-то, я не знаю, по какой причине такой таинственный, в пластиковой таре точно такой же соус содержит себе бензоат натрия, вот почему, я не знаю, бензоат натрия, плюс крахмал, плюс какие-то непонятные еще добавки вкусовые, которые, в принципе, там быть не должны, я вам сейчас покажу, где тут на русском языке, вот, состав, вода, соевые бобы, пшеница, соль, сахар, сок, ананаса, имбирь, лук, чеснок, никакого бензоата, никакого крахмала, вот именно такой состав меня устраивает в соевом соусе, вот, это пряный, там не было классического, я взяла пряный, расскажу вам, как он на вкус, и взяла еще для суши, он немножко отличается по составу, сейчас покажу вам, здесь у нас соевые бобы, пшеница, соль, сахар, рисовый уксус и водоросли комбу, вот так вот, попробую, расскажу вам, если интересно, какой более вкусный, но это на самом деле на любителя, просто, кстати, они, видите, по цвету отличаются, вот этот для суши, он более темный, а этот более светлый, хотя они оба темные, вот, и взяла еще два пакетика замороженной вишни, без косточки, это я хочу, обещала маме испечь пирог на кислом молоке, который меняет цвет в процессе готовки, и туда нужна замороженная ягодка, вот, ну и чек вам покажу, вот так, быстренько, в принципе, получилось все не очень дорого, на 500 рублей, и вроде как там еще какая-то была скидка, не знаю, вот, вот такие покупки, увидимся, пока-пока,